Виктор Гроссу сообщил нашему телеканалу, что его фирма потребовала от молдавских чиновников решить эту проблему. Но пока чёткого ответа получено не было. «Железная дорога сообщает, что почти весь день они принимают вагоны оттуда, но почему не пропускают наши? Они говорят, что не они решают, а решает украинская сторона, то есть украинские власти. Они устанавливают, какие вагоны проследуют на территорию Молдовы, а какие нет». По словам руководства фирмы-эмпортера, в среднем около 15 молдавских компаний, с которыми уже были заключены контракты, ждут эту соль. Виктор Гроссу уточнил, что компания, которую он представляет, на протяжении уже 15 лет импортирует соль из Беларуси и никогда не сталкивалась с проблемами. «Это соль высшего качества, и она больше предназначена для пищевой промышленности. Очень многие остановились и ничего не производят. У других запасы на исходе. Я имею в виду фабрики по производству молока, фабрики по переработке мяса и в производстве хлебобулочных изделий используются. Мы сейчас в очень сложной ситуации». Чтобы разобраться в этой ситуации, мы обратились к Алине Мерлич, советнику министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, которая сообщила нам, что министерство было проинформировано об этой проблеме, и этот случай расследуется, чтобы в точности узнать, в компетенции какой структуры находится разрешение этого вопроса и какой страны. Алина Мерлич добавила, что предоставит нам более подробное объяснение сразу после того, как будет обладать всей необходимой информацией.